Пимен Великий Мы убийцы не тела, но страстей. Тело есть храм Божий. Человеку надлежит держать его в чистоте и проявлять о нем разумную заботу. И хотя болезни бывают полезны, но на то пусть будет воля Божья, а нам не следует проявлять беспечность в деле сохранения здоровья или намеренно причинять себе вред. Вот и святитель Нектарий, игинский чудотворец, научает нас, что здоровье нужно человеку для духовного делания, а цитата «болезнь препятствует духовному росту для тех, кто не достиг совершенства». И все же во всем необходима мера, рассудительность и выбор приоритетов. Нельзя заботу о здоровье превращать в культ. Телу надлежит давать необходимое для его жизнедеятельности – питание, отдых, физические нагрузки. А что сверх того, возможно, иногда даже необходимо, но не само по себе, а в силу пола, рода деятельности, особых обстоятельств. Так, например, мужчина должен уметь защитить родину, семью, слабого. Иногда повышенные физические требования обусловлены способом заработка на хлебносущный. В частности, когда спорт является профессией. Тем более прилично изнурять себя тренировками солдату. Сие похвально, необходимо и по-христиански честно перед народом, который верил ему в свою защиту. Но нередко погоня за здоровым образом жизни превращает жизнь простого обывателя в бесконечную череду тренировок, массажей, диет и снова тренировок. По кругу, ежедневно и во все время, покуда бодрствует человек, ставит тело человека в центре его жизни. Так, как если бы именно оно, а не душа, жило бы вечно. Тело же есть инструмент, который рано или поздно будет предан земле. И то, что так хорил и лелеял человек, тратил на него столь драгоценное время, станет кормом для червей. Да, они будут благодарны. И хотя такой образ жизни куда предпочтительнее, чем нечто противоположное, например, пьянство, некуда легче представить раскаившегося разбойника и даже пьяницу справа от распятого Христа, нежели разовощокого культуриста, всегда довольного собой, своим обедом и женой. Не случайно знаменитая «В здоровом теле здоровый дух», вырванная из контекста сатир римского поэта Юминала, призывает гармонии духа и тела. А вовсе не то означает, что принято думать, и что современный поэт изложил еще более критично и иронично. «На здоровом теле здоровый дух». На самом деле – одно из двух. Любое внешнее деланье, развитие тела, интеллекта, творческих способностей, карьеры, бизнес и прочая суета-сует, не должно опережать духовное совершенствование человека. И если это случается, таковой рискует повредиться духовное, что много хуже телесного недуга, краха карьеры или потерянных денег, ибо состояние духа душа заберет в вечность, а все прочее будет оставлено здесь. Преобладание духовного над телесным нисколько не вредит последнему, напротив, способствует оздоровлению тела, и даже в глубокой старости сила духа продолжает поддерживать немощное тело. В свою очередь, потерявший душевный покой, как правило, повреждается и телесно. Важное значение имеет внутреннее отношение человека к тому, чем он занят, особенно если этому занятию он посвящает значительную часть своей жизни. Спорт ради спорта – еще не беда. Хуже желание быть быстрее, выше, сильнее, ради того, чтобы ощущать себя быстрее, выше, сильнее других, и получать от этого удовольствие перерастающие в зависимость страсть, а затем и страх уступить в чем-либо, потерять хоть на грамм накачанную массу тела или пробежать дистанцию за большее количество времени. С духовной точки зрения нет особой разницы между ублажением тела и собственного эго, физическими нагрузками, с одной стороны, или же обжорством, с другой. Хотя первому рукоплечут, и оно выглядит внешне привлекательно, а второе осуждается и безобразно, но и то, и другое – суть плоть и служение плоти. Особую волну интереса вызывает в настоящее время образ жизни и отношение к физической культуре, в частности, в ряде азиатских стран, таких как Китай, Япония и особенно Таиланд, в котором повсеместное занятие национальными единоборствами имеют силу религиозного культа. Но это народ, о котором Бог имеет особое попечение, ибо Он не принял и, возможно, никогда не примет православие. Если Христос не занял место в их душе, пусть боксерская груша и медитация заменят им пагубное и еще более пагубное, ибо святое место пусто не бывает. Зачем же русскому человеку, крещеному в купиле святого Владимира, перенимать чуждые нам мировоззрения? Разве без медитации и йоги не побеждали супостатов, не творили великую историю? «Ничто само по себе не приносит ни вреда, ни пользы, ни здоровья, ни болезнь, ни богатства, ни нищета. Все зависит от внутреннего отношения человека. Смирение же все обращает во благо». «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам, глава 4, стихи 12 по 13. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Первое послание к Оринфянам, глава 6, стих 12. «Оргать и Fontя». Продолжение следует...